Добрый день! Второй прогноз на 2024 год для знака Зодиака Рыбы. На моем канале есть уже второй прогноз на 2024 год по астрологическим домам, а сегодня мы посмотрим по месяцам. Использовать будем колоды Оракул Кипер и основную колоду Симбалом. Итак, что ожидает рыб в 2024 году? Вот это черное место. Интересно. Такое, знаете, будет у вас выскочило сразу. Кстати, не у вас только выпадало. Это люди, окружающие вас, которые будут склонять вас к разным авантюрам. Поэтому предостережение у вас уже от карт получено. Как и для многих других знаков. То же самое выпадало в этом раскладе. Ну, давайте посмотрим. Если будет что-то такое повторяться в раскладе, значит, обратите на это внимание. Если история будет другая, значит, скажем, все равно прислушайтесь, да? Может быть, что-то такое будет проскакивать в будущем году. Итак, январь. Хорошее начало. Февраль. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. И декабрь. Очень у вас тут хорошо прослеживается любовная тематика. Так. Сразу достанем колоду из Оракула Кипер. Открывать будем ее в конце. Так. Давайте начнем. В начале года выпадает карта Святой Брааль. Ну, это обретение сокровищ, настоящего счастья. Чего бы оно ни касалось. Как я уже рассказывала в видео по другим знакам зодиака, у кого выпадала эта карта. Не у многих, кстати. Это исполнение такого желания, которое было у вас уже давно. То есть это может быть глобальное желание всей жизни. Долгожданное что-то. Не сиюминутные какие-то там прихоти. Именно вот что-то необыкновенное. Это может быть исполнение желаний нежданно-негадан. Когда вы уже потеряли надежду. И вот оно. И вполне вероятно, что это связано с встречей вашей второй половинки. Поскольку вот здесь рядышком в феврале выпадает карта. Вот здесь вот людей. Пары. Любовников. Супругов. Ну, то есть ваша вторая половина. Любимый мужчина, любимая женщина. Вот здесь карта такая довольно-таки открытая. Ну, вот так вот покажу. Люди за ручки держатся. Несмотря на то, что они смотрят в разные стороны. Это, возможно, у них разные сферы деятельности. Разные увлечения. Но все равно за руки держатся. И хотят быть вместе. Может быть, иногда и необязательно смотреть друг на друга. Достаточно, знаете, вот этого родства душ. Вот что-то здесь. Вот это вот. Как это назвать? Не рукопожатие. Но вот эта ладонь в ладони. Видится мне здесь как все равно общность душ. Такое родство душ. Когда наконец встретили того самого человека. Если любовная сфера, романтическая, для вас не актуальна, значит это наконец, например, найти ту работу, тот бизнес, то дело, которым вы хотите заниматься. То, к чему лежит сердце называется. То, чем вы всегда хотели заниматься. Вот эти карты буду читать вместе в связке. Дальше марта возьмем. Я эту карту вижу как одну, саму по себе. Это, знаете, такое... Легкомысленное времяпрепровождение. Вот я здесь ее вижу, эту карту как одну. Я не вижу ее в связке ни с картой влюбленных, ни со следующей картой феникса, либо жар-птицы. Я вижу это как, знаете, может быть, некую лень. Знаете, это как ваше настроение здесь может быть описано. То есть, может быть, нежелание что-то делать, несогласие с шутом. Это кто? Всегда ставит нас в противовес королю. Это человек, которому все прощается, который острый на язык, может сказать все, что хочешь, ему за это ничего не будет. Ну, такое, знаете, желание неподчинения кому-либо и желание вот именно противостоять всему и вся. Давайте, знаете, дополним, потому что не вижу я эту карту, связанную с другими. С чем такое настроение, поведение будет связано? Либо, может быть, это в вашей жизни появится такой человек, который будет вам противоречить. Давайте дополним здесь. Воин. Ну, какое-то внутреннее сопротивление, знаете, таким обстоянием. Ну, просто вот мне не устраивает, мне не устраивает все вокруг, мне все не нравится. Скорее всего, это ваше поведение. Может быть, и в вашей жизни такой человек, кто-то с вами такой мелкий пакостник, я называю, появится. Но он, знаете, как придет, так и уйдет. Либо, если это ваше настроение, как оно придет, так и также уйдет. Но это вот внутреннее какое-то сопротивление чему-либо или кому-то, что вас будет раздражать. Ну, что-то такое будет, и, значит, сказали и забыли. Потому что, ну, раз карты показали, значит, значимое событие в вашей жизни. Но, тем не менее, я не вижу у него связи дальнейшие с чем бы то ни было еще. Единственное, что кто-то, знаете, вот я сказала злые языки, если посмотреть под картой вот этого шута. Здесь идет карта наперсочников, это, получается, июль месяц. Единственное, что если это не появится какой-то человек, который захочет вас обмануть. Мне почему-то видится, что это новый человек, которого вы раньше не знали. Единственное, вот, может быть, с этим эта связь такая. Кто-то вам наговорит чего-то, да, как шут. Может и хвалить, и льстить, может и ругать, и высмеивать. Но это что-то вот такое. Это какой-то злой язык, дурной язык, что-то дурное. Вот, да, вот, вот, как вот кто-то может вам обмануть. Если вы, значит, как-то будете взаимодействовать с этим человеком, то видится мне вот от него только если обман, который может проиграться в июле, если только вот вы ему, знаете, хочется сказать, не дадите по башне вот этим своим мечом, да. В общем, в пинки гоните. Не так вот грубо скажу, но вот хочется так сказать. Потому что, ну, его, знаете, это, мне кажется, единственный персонаж, который может вам подпортить настроение здесь. Вот здесь еще есть, конечно, карта вампира, но об этом отдельно. То есть вот кто-то, да, не пускайте какой-то вот. Или сами не обманывайтесь, не ведите себя как этот шут, когда даже если вам будет что-то не нравится, ну, постарайтесь как-то совладать с собой. А если это другой человек, то гоните в шею, потому что, чтобы вот не было этого обмана. Вот так, наверное, забегая вперед, я прочитаю эту карту, потому что она находится под картой шута, и карту обмана я также не вижу здесь связанной с соседними картами. То есть события июня этому не предшествует обману, и из событий июля не вытекают события августа. То есть, может быть, запутанно сказала, но я надеюсь, что вы меня поняли. То есть вот эту карту обмана на персочниках я не вижу рядом в связке с другими картами, только как если они лежат вот друг под другом рядом. Вот этот вот шут и наперсочники. Поэтому вот так трактую, как предупреждение, чтобы не было последствий, значит, знакомства человека в марте, и его влияние на вас, чтобы не вылилось в июле. Да, либо ваше поведение не вылилось, вот вам, не вышло вам боком. Также в июле вот здесь так будем смотреть. Давайте закроем их сразу, чтобы не портили нам настроение. Вот так вот сделаем. Вот так мне хочется сделать. Защитку поставим. Пусть, потому что любой расклад отчасти и моделирование ситуации также. Далее смотрим апрель и май. Будем смотреть в связке. Апрель вас как-то воодушевит, вдохновит. Новые начинания, новые энергии, новые устремления. Также энергия в старом деле, потому что феникс, он у нас птица, возродившаяся из пепла. Это как на старых руинах построить что-то новое, будь то ваша карьера. Ну, знаете, в отношениях руины, я вижу, что в начале года вы только познакомились, либо вошли в отношения, вот это вот обрели родство душ, поэтому никаких руин тут я не вижу. Единственное, что еще больший заряд для того, чтобы эти отношения развивать. Ну, вот здесь можете перегреться эмоционально. И вампиров, вампиров я здесь вижу вас, потому что, не потому что, в плохом смысле, сейчас объясню. Потому что вампир это человек иногда, тот человек, которому не хватает энергии, и который, ну, скажем, ищет, да. Я думаю, это популярная очень тема, я думаю, все это знают, ищут доноров. Иногда неосознанно, иногда не со зла, и нет злого намерения, просто своей энергии не хватает. Вот так я вот здесь вижу, что это из жар птицы, ну, представляете, это пышет огонь. И вот этот вот бледненький, худенький человек при свете луны, который, знаете, мне кажется, что он еле шагает. Вот посмотрите, какие здесь крылья. И вот эти вот крючком, крылышки летучей мыши, да, из вот этого перевоплощения. Так хочется сказать, сохлость, физическая оболочка, вот так вот. Ну, и внутренние, естественно. Поэтому, значит, энергию-то вы, конечно, применяете в своей жизни, она вам не зря дана, не просто дана, особенно начиная со святого Граали, но вы ее расходуете с умом. И физическая энергия, и вашу умственную, внутреннюю энергию, чтобы вот не превратиться в человека, которого ему не достает. Вот так вот, иначе, если вы не последуете, то вот, знаете, вот тут дальше вижу связки, дальше с картой вампир наступает вот эта вот изоляция. Если будете сильно кого-то вампирить другого, других окружающих, да, это что? Ныть, вот он, да, может быть, вот он этот шут, который зудит постоянно духом. Если вот сами будете от нехватки энергии ныть, жаловаться, значит, искать подпитки, с другой стороны, то рано или поздно люди просто, ну, будут это чувствовать. Вот этот вот негатив, то, что их вампири-то и будут вас избегать. Тогда вот можете временно, опять же подчеркиваю, временно лишить сообщений. Ну, просто такое, знаете, будете вызывать со стороны человека скрытного, человека, как сказать, помягче. Давайте я скажу так, что люди будут это чувствовать и будут вас избегать. Вот на этом остановимся, чтобы, ну, как-то так более корректно выразиться, скажем так. Июль мы уже обсудили с вами, да, то есть это вам предостережение, энергия вам дана, вам дано счастье, исполнение желаний, которые вам эту энергию дадут. Ну, постарайтесь ее не расплескать. Вот рыбы у нас управляют двенадцатым домом. Это дом тайного всего. Поэтому вы знаете как. Вы знаете, как сохранить все в себе и потратить эту энергию умеренно и рационально. Поэтому вот этим и воспользуйтесь. Если чересчур захочется вот этот выплескивать, это скорее вам не свойственно, да. Если смотреть классические характеристики знака зодиака, все-таки рыба – это знак, который в себе управляется Нептуном. Это мечты, фантазии. И если вам эта энергия дана, то делитесь, наверное, ею с любимым человеком, да. Потому что вот здесь вот у вас еще в августе прослеживается и в декабре, конечно, это любовные отношения, союзные отношения. То, значит, используйте эту энергию в мирное, в нужное для вас русло, для любимого человека. Если вас интересует более деловая сфера, значит, на построение, значит, связей деловых, связей с контрагентами, коллегами. Ну, то есть вот это вот прорабатывайте тогда, да. Так. Далее смотрим август. Вот здесь кому-то из вас, возможно, предстоит поездка. Здесь вот у нас изображены влюбленные на разных берегах. Это может быть временная разлука с любимым человеком, но это не ссора расставания. Это вот здесь, смотрите, человек вскинул руки, то есть он – любимая, я иду к тебе, я тебя жду, да. То есть это временная какая-то вынужденная разлука по причине отъезда, командировки и всего такого прочего. Ну, это именно вот мысли о любимом человеке вдалеке от него. Вряд ли это совместный отпуск, скорее всего, именно отъезд одного из партнеров. Если это деловая сфера, работа, карьера, также, возможно, предстоит командировка. Может быть, и то, и другое одно другому не мешает, да. То есть вы уезжаете в командировку, или ваш мужчина, ваша женщина уезжает в командировку, ну и вот вы ждете, да, когда вы вернетесь, либо когда он или она вернется. Так, что у нас еще? Смотрите, если здесь любовные взаимоотношения, здесь вот у нас в сентябре выпадает вот карта, здесь у нас священник, это исповедь. Ну, я здесь ее вижу больше как, значит, желание узаконить вот эти отношения, скорее всего. Возможно, вы друг с другом будете обсуждать. Это признание, да, но это может быть любовное признание. Начнем, если смотреть в связке. Не обязательно, что кто-то пойдет исповедоваться в церковь к священнику, хотя и такое возможно в прямом чтении данной карты. Но вот в связке с любовной историей я вижу это вот как любовное признание. Если, может быть, у вас состояло знакомство в начале года, и отношения ваши вот развивались здесь какое-то время, да, то, кстати говоря, вот эта вот непредвиденная разлука, она может еще быстрее усилить, еще больше усилить желание, значит, вот к этому признанию, да. Может быть, кому-то сделают предложение. Это вот излить душу, да. Если деловую сферу брать, это более открытые отношения, когда есть уже доверительные отношения с контрагентами, с коллегами. То есть здесь можете с кем-то... Ну, это разговор по душам, скажем там, с кем бы то ни было. Это желание поделиться внутренним своим состоянием. Причем, если здесь желание как похвалиться, да, то здесь вот похвалиться своими, может быть, материальными, внешними ресурсами, ну, чем-то внешним, да, потому что это именно яркий внешний вид, если смотреть по птице. А здесь это именно желание поделиться чем-то вот внутренним, да, с кем бы то ни было. Что у нас здесь еще? Дальше я буду смотреть связки октябрь и ноябрь, потому что здесь для меня видится значение работы все-таки, да, здесь уже у нас на первый план выпадает работа, бизнес. Вот смотрите, если в октябре по первой карте человек здесь вот тащит меч из камня, я по данной карте, и судя по его лицу, такому ожесточенно, злобленному, агрессивному, не вижу, что ему это удается. То есть... А здесь в ноябре уже появляется наставник, который говорит, что и как делать. И у человека, который работает, уже появляется такое умиротворенное лицо, когда ему нравится даже самая рутинная, простая работа. И он доволен, ему интересно работать. И наставник тоже, по-моему, доволен, что у него такой прекрасный ученик. Вот здесь, может быть, трактовок очень много. Во-первых, идет такое, что... Карта может показывать, что вы чем-то не тем занимаетесь. Вот если воин прикладывает силу, все это не его. Но это не обязательно в прямом смысле, да, какое-то военное дело, мечи. Это в переносном смысле, да. То есть вот как ты не старайся, чем больше ты пыжишься и тужишься, тем хуже у тебя получается. И вообще ничего не выйдет. Вот как только ты найдешь свое дело, даже если оно не такое, может быть, представительное, презентабельное, потому как здесь у нас, конечно, воин богатая одежда, здесь человек у нас, как это называется, греческое одеяние, да, я не помню, кто помнит, я забыла, как называется это. Того, по-моему, что ли? Нет? Напишите, пожалуйста. То есть здесь, конечно, одежда простая по сравнению с этим. И с одной стороны, в одном прочтении, в одном варианте карты может показаться, что вы занимаетесь не своим делом. И вот с октября на ноябрь вы перейдете, может быть, на новое место работы, начнете заниматься совершенно другой деятельностью, которая вас будет удовлетворять, будет радовать. Потому что иногда, знаете, вот даже необыкновенно большая зарплата в той деятельности, когда вы занимаетесь работой не в своей сфере, она вам только в минус идет, потому что то, что вам не нравится, оно тянет из вас силы, и рано или поздно все эти деньги заработаны, уйдут просто на какие-нибудь там лекарства, да, и как это говорится. А вот дело, может быть, с меньшей оплатой труда, но это не обязательно, что просто у вас снизится доход. Это я просто как пример. Просто когда вы найдете дело по себе, уже и внутреннее состояние будет другое, да. Ну, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Вот с одной стороны так. А с другой стороны может быть такой вариант. Вот здесь чем больше человек прилагает сил, тем к уже все получается. Вот когда мы расслабимся, успокоимся, да, вот тогда все уже дело идет, потому что исчезает это нервное напряжение, перенапряжение, лишняя трата силы, тогда уже, значит, дело спорится, как говорится. Другой вариант, что вы можете быть наставником для кого-то, может быть, у вас на работе, на предприятии вашем, где вы работаете, в организации появится вот ученик, способный причем, будете очень рады новому помощнику вашему, да. Ну, кто-то кого-то себе в заместителей возьмете, в помощники. Может быть, кстати, у вас будет повышение. Вот такое тоже может быть, да. То есть были работником, стали уже, значит, опытным учителем-наставником. А что значит стать наставником? Естественно, перейти на ранг выше. Вот такие вот могут быть здесь прочтения. Ну, и давайте перейдем к декабрю. Здесь уже люди, которые держатся за руки. Может быть, свадьба, может быть, опять же, продолжение вашего любовного романа, продолжение успешного бизнеса. Ну, в любом случае, гармония, удовлетворение, взаимопонимание, значит, с тем человеком или с теми людьми, которые для вас и важны. Поэтому, ну, в принципе, такой довольно-таки бытовой расклад, да. Про любовь рассказали, про работу рассказали основное. Потому что у некоторых знаков зодиака, знаете, вот, по-моему, предыдущего удалей, там что-то было все так весьма условно, весьма философски. То есть не столько события разворачиваются по некоторым раскладам, сколько внутренняя жизнь, вот это внутреннее переживание, внутреннее осмысление. У кого там от добра к злу перейти, да, на злую сторону, у кого со злой на добрую и так далее. От черного к белому, от белого к черному. А здесь вот более такие событийные вещи представлены. Давайте посмотрим. Кипер, опытная женщина. Ну, карта фигуры всегда говорит о том, что это или вы, или тот человек, который для вас важен, да. То есть если это, если вы женщина, смотрите расклад, это вы. То есть знаете, что от именно ваших усилий многое зависит в вашей жизни, да. То, как вы себя покажете, опять же, по вашей энергии, по вашему внутреннему состоянию, когда хочется с кем-то поделиться. Опять опытная женщина, да, может также говорить о наставнике, о вот этом вот ученичестве. То есть опыт, когда нам есть что передать, что кому-то рассказать, чем поделиться. Ну, если вы мужчина, то тогда это та самая ваша женщина, которая, да, если вы ищете пару, вот нам тогда открывается ее характер. Она может быть хорошей хозяйкой, знает, как что делать, да. Ну, скажем так, знает жизнь. Вот так можно сказать. Вот, поэтому я вам желаю, пусть ваше желание сбудется, даст вам заряд энергии, который вы направите в правильное русло. Гармонизируйте свою работу, ну и, конечно, будете счастливы. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok